Вот смотрите, постепенно мы развеселились, да, постепенно, постепенно некий градус веселости возрос в зале. Вот для этого я и провожу разминку. А теперь тест. Попробую не договаривать. Вот интересно, разминка уже дала результат или нет? Опрос молодежи показал, что многие представители сегодняшнего молодежного поколения уверены, что картина Айвазовского «Девятый вал» — это продолжение картины Бондарчука. Вот чем наши зрители отличаются. Им даже договаривать не надо. Пожалуйста, тот же тест продолжаем. Знаете ли вы, что только наш человек в вагоне поезда, получив от проводницы сырое белье, радуется? Значит, его... Весь зал знает, что его постирали, значит. Ну что, друзья мои, я вам должен сказать, неплохо для начала разминка прошла. Задние ряды вам особое спасибо. Вы первыми начинали смеяться. И вы весь зал расшевелили. Но вообще, я многого не понимаю. Я сейчас похожу по сцене, буду делать вид, что я артистом работаю. Я еще при советской власти говорил, что я одного не понимаю, второго, третьего. Прошло много времени. Сменилось государство, власть, народ. Все сменилось. Все равно то одного не понимают, то другого. Вот я, например... Вот я не понимаю, почему у нас всегда две беды. Причем одна беда вечно ремонтирует другую. Кстати, о второй беде. Вот я не понимаю, почему только у нас на дорогах... Я же много езжу по России. Только у нас на дорогах два знака дорожных рядом всегда. Вилка и нож, и рядом красный крест. Вот это мне. Это что, поел и... Давай, лечись немедленно. Да я многого не... Я действительно много путешествую. Многих выражений не понимаю. Я не понимаю, люди понимают эти выражения или нет. Вот, например, скажите... Что означает выражение незаконные бандформирования? Это что, где-то есть законные? Я тогда даже знаю, где. А как вам нравится выражение незаконная торговля наркотиками? Это что, по лицензии надо торговать наркотиками, что ли? А многие бизнесмены сегодня жалуются, что у них денег в обрез. А ведь многие бизнесмены евреи. Я не понимаю, как еврей может жаловаться, что у нее денег в обрез. Вот я понимаю так. Есть ли у кого-то денег в обрез? Это достаточно. А насчет путешествий... Вот даже на перрон придешь... Многие же бывали на перронах, на вокзалах. Скажите, я не понимаю, почему только у нас на перронах, перед отправкой поезда продают инструменты. Да, кто-то говорит, купил недавно. Да, и я тоже. Иду по перрону, причем такие бомжеватого вида мужики ходят, открывают коробки с инструментами, говорят, мужик, смотри, а там гайки, гаечные ключи, отвертки. Это что, в наш поезд без гаечного ключа не садись? Ко мне лично подошел такой бомжеватый, подмигнул мне, говорит, не узнал, говорит, мужик, купи, цены ниже ворованных. Я говорю, ты бомж? Он говорит, Джеймс бомж. А еще по всей России на перронах мягкие игрушки продают, плюшевые, детские, вот эти, бегемотов, человеческий рост, жирафов выше вагона. Откуда такое количество этих игрушек? Имей что, зарплату выдают по России. Причем продавцы наглые такие, на перронах в окошко суют тебе прямо. Это вам, ха-ха, а я спать лег, шторы не закрыл. Ха-ха, просыпаюсь, а у меня тени бегемотов, жирафов. Я думал, глючить меня начало уже. И при такой несуразной жизни, я не понимаю, откуда все набрались умных слов? Все теперь знают, что такое аура, чакра, мантра. Спрашиваю человека, у тебя насморок? Что ты, ты знаешь, аура разорвалась. Лоскуты вытекают через ноздрю. А у тебя чего, че ты вялый? Чакру отдавили в автобусе. Ага, с кармой слиплась чакра у тебя. До того договорились, что выступая по телевидению, политолог всерьез сказал, почему развалился Советский Союз. Оказывается, потому что Ленин лежит в мавзолее не по феншую. Да я не только у нас не понимаю. Я и, кстати, названий многих не понимаю. С утра начинается. Телевизор включишь, там. В Чечне взорвали, тут утонули. Там раздавил асфальтирующим катком. Тут что-то обрушилось. Одно хуже другого. Вы смотрите передачу «Доброе утро». Вообще, я так вот смеюсь, делаю наблюдение над другими людьми. Имейте в виду, что я считаю, что высшая степень чувства юмора, это когда человек может посмеяться над собой. Ну, не всегда мне лично удавалось посмеяться над собой. Высшей степени чувства юмора я не достиг. Но иногда удавалось. Например, на Кипр я попал первый раз в 89-м году. А это был Кипр еще того времени. Кипр не знал, что такое офшорная компания. Он не знал, что такое маржа, что такое откат. Кипр еще не был нашей республикой практически финансовой в то время. Я участвовал в такой гастрольной группе. Наши гастроли были по Израилю. А в то время Израиль был враждебным нам государством. И поэтому прямых рейсов не было. Все рейсы шли через Кипр. И вот актер, которого многие советские люди очень любят, и молодежь тоже должна знать его, Василий Лановой был в этой группе. И мы с Василием Лановым возвращались в Советский Союз через Кипр. Нам надо было на Кипре провести несколько часов, часов пять. И Василий говорит, поехали позавтракаем утром на берегу моря. И мы приехали, и нам показалось, что мы в хороший ресторан пошли. На самом деле это сегодня понятно на уровне студенческой столовой. Но тогда нам это нравилось, все, множество блюд, там самообслуживание. Мы вообще не знаем, что есть что, там чоусы, круассаны. Мы ничего не понимаем в этих названиях. Мы что знали, килька засиженные мухами и не засиженные мухами. И Василий говорит, я не могу в этом разобраться, я буду завтракать, как всегда. Давай возьмем яичницу. А я говорю, что-то она зеленая какая-то, Вась. Он говорит, ну у них не может быть плохой яичницы. Это же капитализм, мы верили тогда в капитализм, в демократию. И вот мы берем яичницу, к нам подбегают уборщицы-киприотки. И хохочут над нами. А мы говорим, а мы возмущаемся. Не они не понимают по-английски толком уборщицы, не мы. То есть они знают какие-то слова и мы какие-то. Но мы знаем разные слова с ними совершенно. Поэтому очень трудно общаться, общаемся жестами. И эти три уборщицы говорят, показывают яичницу, this, to look. To look, смотреть. И на глаз показывают вот так. Оказалось, мы взяли муляж яичницы. Из папье-маше. Представляете, да, вот мы советские люди, ничего не знали. И говорят, to look, to look. А Василий говорит, да, да, глазунья, значит. Да много можно рассказывать. Когда-то мы выехали за границу. Ширвин, Державин, Шванецкий, я. Начало 90-х годов. Только-только рухнул Советский Союз. И все равно мы ничего не понимали. У нас не было денег за границей. А нас поселили в Германии в гостинице. Ну, нам сказали, что это 4 звезды. Но там от силы полторы было звезды. Может, даже одной не набиралось, не знаю. Там жили в этой гостинице русские звезды. Мы-то убишь. И турецкие строители, значит. Нас в то время приравнивали к этому. И на этажах перемешаны все были. А турки, они вот... Да, а это мы выступали на одной такой презентации, где вообще был стол, фуршет. Но нам не хватило, потому что мы русские. И каждый из нас сумел украсть по бутылке водки. Вот это потрясающе. Звезды, крадущие водку со стола. И мы собрались все. Говорим, пойдем. Ну, напились мы сильно тогда, я помню. До того, что стали в Кёльне искать Нотр-Дамский собор. И нашли. И восхищались. А потом Жванецкий говорит, я хотел бы еще как-то посидеть. Вот такая компания замечательная. Пойдем. Ширин говорит, ну пойдемте к нам в номер с Державиной. У них так номер побольше был. Посидим. А водка оказалась у всех есть. А закуски ни у кого. Вот потому что как-то, ну как-то неудобно закуску воровать. Ну, водку еще куда не шло. Так. И ушел. А закуску как-то напольнать надо. Карманы. Ну, а Ширин говорит, я достану закуску. Говорит он. А дело в том, что турецкие строители, они заказывают в номер обычную еду. И если не доедают, то выставляют подносы на... В коридор. Вот так вот. И ночью, когда идешь, у них вот все, что они не доели, вот так вот на подносах стоит в коридоре. Ну, Жванецкий говорит, точно достанешь? Достану. А где? Надо знать места, говорит Ширин. А Ширин прикольщик потрясающий. Причем все с умным видом, все элегантно. Ну и действительно пришли к нему в номер, и они с Державиным ушли куда-то. Возвращаются с тарелками еды вообще. Ну, как-то очень разная еда, совершенно. Жванецкий говорит, что-то какой-то системы нет в том, что вы принесли. Ширин говорит, система есть, но пока знать рано эту систему. И мы сидим, едим нормально это все. Звезды. А потом Жванецкий говорит, я сладкое хочу. Ширин говорит, Миша Жванецкого, за сладким надо ехать на шестой этаж. Здесь уже мы все собрали. Но как Ширин нас разыграл в самолете, замечательно. Ведь все, когда возвращаются из-за границы, советские люди, а мы еще в то время, конечно, советскими были по воспитанию, по мышлению, мы хвастались все, тогда возвращаясь из-за границы, тем, кто что купил. Кто-то галстук, кто-то туфли, кто-то авторучку. Денег было немного, поэтому и смотрели, кто что сумел купить. А Ширин, говорит, вынув трубку изо рта, сказал, а я землю купил в Кельне. Мы в ужасе были. Ну, это такая зависть сразу возникла в организме. Жванецкий говорит, как землю? Есть даже, раз хотелось, я вам честно скажу. Как землю? У кого галстук, у кого там еле на одну туфлю хватило, на вторую не хватило? А он говорит, землю. Он говорит, вы не верите? И жене говорит, Наташа, покажи. И та вынимает цветок с землей, с горшком. Вот это. Ширин говорит, вот земля в Кельне куплена.